В одном из самых отдаленных сельских округов Сочи, Солохаульском, активно идет работа по благоустройству. За минувший год здесь положили 2000 квадратных метров дорог. Полностью произвели замену столбов и электропроводов, установили две новые трансформаторные подстанции. Теперь электроснабжение без сбоев поступает в дома сельчан. Активно благоустраивают школу номер 96 и местный дом культуры. Задача, которую поставил мэр курорта, поднять уровень жизни в сельских округах, притворяется в жизнь. В последнее время наблюдаю кардинальные изменения. Ну, первое, это, конечно, школа, что просто впечатляет. Второе, у нас сейчас ведется активная работа по благоустройству территории. То есть, каждому жителю, я считаю, это правильно, в дом с администрации приходят и прям там предписания пишут. Ну, то есть, наводят порядок. Несмотря на положительные перемены, которые произошли в сельском округе за последнее время, работы по дальнейшему, его благоустройству еще предстоит немало. На сход граждан в Дом культуры Харциз пришло около сотни местных жителей со своими проблемами. К примеру, ветхие канализационные трубы и перебои с водоснабжением. Это очень больная тема. Как-то в засушивое время часто не хватает воды. Отсутствие канализации очистных сооружений ведет к загрязнению окружающей среды. Водопроводы ветхие, в 70-х годах постройки. Нет технической документации. Работы проводятся по способам за счет местных жителей или привлеченных средств. Такие сходы отмечают жители Сочи, удобные тем, что на них приглашают представители коммунальных служб. Анатолий Пахомов привлек к ответу водоканалу. Необходимо, во-первых, произвести разведку запасов этих каптажей. Отвод земли здесь не выполнен. Неоформленные лицензии, соответственно. Строительство уличных сетей необходимо сделать. Устройство водоподготовки. Новый резервуар. Прикидочно тут обойдется порядка 69-70 миллионов рублей. Вместо того, чтобы строить новые коммуникации, отметил градоначальник, необходимо привести в порядок существующие. И уже дал соответствующее распоряжение правовому департаменту. Признайте, пожалуйста, всю эту сеть бесхозной и передайте ее городу. Хорошо? После этого мы ее передадим в водоканал. За субботу и воскресенье подготовите документы и подадите в суд. Понятно? Водоканал берет и приводит их в порядок. Договорились? Уже в течение нескольких месяцев эта проблема сельского округа решится. Ну а задача самих жителей – поддерживать порядок в своих дворах, чтобы сделать Салахоульский сельский округ привлекательным для любителей этнотуризма. Результаты этой работы Анатолий Пахомов хочет увидеть через 10 дней.